Олег Васильевич, вот Вы сегодня говорили во время своего отчета о том, что администрация не будет препятствовать, если жители захотят сами высадить деревья на Первомайской. Тем не менее, не так давно глава администрации Воложского района Борис Тареев занимался как раз тем, что Вы сказали, то есть он препятствовал жителям высаживать деревья. Как Вы можете это прокомментировать? Да, за что это хватило. Был такой момент, но главе администрации было поставлено на вид, и было сказано о том, что не нужно препятствовать, если жители сами хотят высаживать деревья, ухаживать за ними, то пускай я ради Бога это делаю. Я сказал, как раз, наоборот, о том, что мы как раз стремулировали жителей для того, чтобы они активную позицию занимали. Потому что у нас было очень много случаев, когда мы высаживали огромное количество каштанов перед окнами жителей, просили их ухаживать за этими высаживаниями, но, к сожалению, большая часть этих высаживаний умирала. Поэтому хорошо такая жизненная позиция, жители появляются, они отстаивают, это тоже сложно. А я по-честному сказал, дело в том, что стоянки имеют огромные проблемы. И там, где будет возможность сделать карман заезда, цифранка, будет, конечно же, стоянка. То есть можно сказать... Мы будем какие-то другие методы, будем искать, оставлять дерево в каком-то, значит, кружке. Будем смотреть. То есть можно сказать... Нужно, опять же, еще раз говорю, чтобы всех устраивать. Потому что одни скажут, нам деревья не нужны, дайте стоянки, другие скажут, нам не нужны стоянки, дайте нам деревья. А вот найти компромисс, вот это как раз задача городской области. Наши это сделать. А можно ли сказать, что нехватка стояночных мест, это одна из причин вырубки деревьев на Пермамайске? Нехватка чего? Стояночных мест. Ну, то есть вот именно для того, чтобы организовать карманы и, в частности, тоже вырубали деревья. Это так? Да, конечно. Я же сказал вам это сразу. То есть это одна из причин. Я сказал, что там, по возможности, где можно сохранить деревья, мы сохраняем, мы высаживаем новое. А там, где напрашивается карман заездной, для того, чтобы улица у нас не сужалась, потому что люди оставляют автотранспорт на проезжей части, невозможно проехать. Робки. Там, конечно же, будет делаться заездной карман. И еще небольшое уточнение, вы сказали, что глава администрации отхватил, а можно точнее, как бы он получил дисциплинарное взыскание или еще какое-то? Словесное. Словес. Понятно. Спасибо. Хотя он всячески отбрыкился, сказал, нет, я бы просто схватил засаженец, и он что-то пломился там, чтобы как-то вот так сказать. Понятно. Люди разные, начальники разные, походы у всех разные, понимаете. Вообще, по идее, конечно же, этим даже мультипально заниматься, засаженцами в том числе. Он, в принципе, выполнял бы свои мультипы в соответствии с следующим законодательством. Другое дело, что иногда, конечно же, нужно с жителями более дружеские выстраивательные отношения и не нужно ругаться.